Итак, мы с вами Уруден. Уруден – величайший и ныне известный от меня вызов, который соединяет странным образом, как в специальной такой книжке «Симультант», как она называется. Я не знаю, каким образом вы соединяете понимание своих детей, сказать всех разнообразно. И в прошлый раз мы с Нуром Сериковичем завели разговор о том, что собой должна представлять философия. Либо это то, что сделали древние греки в своё время. И тогда это всё не совпадает с менталитетом арабов. Хотя арабов, как он на самом деле. Платон – это величайший учитель, просто учитель, тем не менее учитель. Я не про это забыл. Головецкие вопросы разных, на которые он сейчас отвечает, почему именно они признавают учителей, как совмещается с Укламом, как это всё вообще совмещается с тем, что Платон – не друг, не истинный, больше друг. В общем, мы уже силами вначале Нурой Сериковичей и меня попытались поразмышлять о том, что собой представляет философия в Европе в последнее время. Ну, потому что сегодня китайцы, например, сказали, что у нас есть шелковый путь. Этот шелковый путь был мутительно раньше, чем что-то, когда мы в Римскую империю ввезли шелк. Поэтому государство должно поддерживать торговлю. Вообще вся глобализация началась с Китая. И сегодня надо вынести какую-то концепцию, как оно всё было по началу. У американцев она одна, у англичан она одна, потому что Земля начинается, как известно, с Гринвича, потому что там проходит нулевую меридиану. Относительно этого нуля мериди – Дальний Восток, Ближний Восток, Англичанин – это путь Земли. Если мы посмотрим на книгу Геды Достопочтенного, которая называется «Церковная история народа англов», то там сказано, что даже апостол никакой не приходил в англо, потому что оно выступало. И там лично через Папу Римского, а ещё дальше, сами понимаете, кто отправил Папу Римского это желание. Папа Римский однажды увидел англов, мальчиков, которых привезли в качестве рабов, непонятно откуда, и сказал, что это за дивные, пропорциональные и красивые себе мальчики. Это, наверное, ангелы. С тех пор англов тратуют как ангелы. Если вы возьмёте, например, Бекона, то у Бекона в его Атлантиду отдельно приплыла, так сказать, ковчег с заветом. Там всё приплыло, и туда приехали от цепи на Соломон, никто не приходил, пока не приплыло. То есть англичан своё видение мира, американцев своё видение мира, гитайцев своё видение мира. Нам нужно своё видение мира, которое мы бы предпоставили. Идея евразийства сейчас никого не удивляет. Если раньше как-то говорится, что мы нечём в Азии европейскую культуру, то сейчас в Китае всякие тигры и в Восточной Азии никаким образом не вдохновляются. Мы не можем прикидываться ни Европой, ни Азией. Кем нам прикинуться, трудно сказать. Особенно у нас локальная проблема в Екатеринбурге. Очень локальная. Потому что у нас проходят в Европе и Азии границы. И вот когда Чернецкий, бывший мэр, думал, чем мы будем заманивать туристов, то сейчас нам нужно заманивать только домом, где убили царя. Да и то из него. Его снесли при Ельцине. А на самом деле по показанию Андропова, потому что наступал юбилей, и этот юбилей должен был праздноваться. Собирались приехать разные члены семьи Романова. Пришлось дом снести. Осталось одно подземелье, где расстреливали Романова. И его восстановили. И он сейчас представляет. Да, мы ждем вас и рассказываем всякие разные развлекательные истории. Так вот, там был, это сейчас первый этаж храма на крови, где восстановлена вся эта комната, где расстреляется царь. И всегда мы с удовольствием говорим, приезжайте к нам, у нас царя расстреляют. Это такая плохая реклама. Тогда мы решили, что этот город, через который проходит Европайзия, удалось передвинуть на 20 километров границу. Потому что границу проложил Александр фон Гумбельт, который нашел ее так. И есть рекорд Уральский, и есть дорога, которая через него идет. Прямо на этой дороге, чтобы не заходить в лес, он взял и поставил там. Только это получилось 50 километров западнее, чем Екатеринбург. Ну а как это все? Там сразу же придумали, набежали дизайнеры. Они сказали, что надо будет сделать атель, в котором мужчина, муж и женой. Один в Азии, другой в Европе вообще. Там можно праздновать разводы. Кончилось дело тем, что мы нашли болото, потому что идет по хребту, а дальше по водоразделу, где нету хребта. И мы нашли, что речка Чусовая, при ее даянин, даянин приток. Все попадают в Пирьм. Около Пирьми там Тусовая и Волга. И сеть она текет в Сибирь. И все стороны разошлись, как в море корабли. И эти речки сходят. Мы поставим один корабль, такой другой. Это мы просто говорим о том, что должен быть бренд любого места. В том числе мы в Сибири, конечно, призвали на прошлом нашу встречу. Придумать философский бренд, что мы такое, если мы не Евразия, русская православная церковь. Эта медь очень непостижимая с точки зрения… Но они, понимаете, как институт марксизма и иммунизма. Они объявили себя хранителями этого тенья, которые будут вечно и живые. И они при этом, если ты сам что-то перевел из Маркса, Игорюшки, конечно, не помнят, а мы прекрасно помним, что мы должны, если мы что-то перевели, запрос в институт марксизма или иммунизма, правильно ли вы это перевели, правильно ли вы это перевели, правильно ли выславим на общество, и можем ли мы это записываться в таком виде, что сущность человека – это не совокупность общественных отношений, а он сам. Так вот, мы сегодня, в ожидании вас, поговорились о том, что мы будем говорить сегодня про Хайдегера. Про Хайдегера мы будем говорить здесь. Любой книжкой, который я привел, потому что суть этого нашего курса возникает в том, что этот курс построен на тех переводах, которые я сам осуществлял, и в отличие от всех других, есть такой анекдот, где он еврейский говорит, «Вы думаете, я смеюсь вашей шуткой?» Нет, я смеюсь той шуткой, которую я сейчас вам расскажу в ответ. Так вот, есть люди, которые у нас всегда отвечают, сразу не успев прочитать две страницы, они уже возражения, как говорится. Вот переводчик – он такой послушный человек, который должен привести все слова и понять все слова. И поэтому сегодня у нас, например, перевод не считается научной работой, и мы ничего не публикуем, оказывается, в журнале «Вестник» и «СПДГУ», мы не публикуем переводы, потому что это не научная работа, так это считается. Хотя я, конечно, придерживаюсь противоположного точки зрения. Так вот, мы перевели вместе с Материевичем, есть такой человек, который работает в вышке и собирается защищать докторскую, но он достаточно ясный политик, поэтому его только отвлекает. Вот мы с ним вместе сделали на 600 страниц такой большой перевод книжки «Погиллер». Вот такой «Погиллер». Называется эта книжка «Новые пути с Хайбингом». Это человек, кто такой «Погиллер»? Почему мы на 100 лет переводим? Потому что это был человек, который был на 36 лет, если я не ошибаюсь, в 34-35 лет. Был младший Хайбингер. И он был то ли внук, в принципе, потому что мог быть внук такого возраста, то ли сын практически. Хайбингера никто не понимал абсолютно, но он был страшно популярен. Люди приходят, всегда слушают непонятную загадку эту разгадку еще в свое время. Ницше сказал, что если ты пишешь хорошо, понятно, тебя считают легкомыслыми, все развлекательными. А люди настолько эгоисты, что они всегда любят себя и свои усилия, которые они должны. Они всегда говорят, как я наконец-то на 10 лет убил на Гегель. Это мой любимый москвитер. Потому что это всегда как любят всяких детей хулиганов, любят отличников, с которыми все хорошо. Так вот, если вытратить кривую популярности Хайбингера, то она где-то приходится пик ее. Это вот конец 20-х годов, где есть какая-то загадочная феноменология Гусселя. Это что-то запредельное, никому не понятное. Потом вдруг Гуссель исчеркивает произведение своего ученика и ассистента. Ассистент – это человек, который вытирает тряпкой из диска. Он ничего не имеет права. Это ближайший помощник. Это человек, который приносит книги из библиотеки, который все знает абсолютно. Это просто предельная степень дружества между людьми и в науке. И вот этот мальчик, который называл Ясперс, описывает это в своих мемуарах, он когда первый раз посетил гуссельскую семью, и там был Хайдеггер, там жена Гусселя называла ее феноменалистическим, феноменальным. Она специально связывала это с феноменологией. Был младше дитя. В семье их друг вообще он говорит, что совершенно все другое. Это не математика, а это вообще миц. Но сейчас я все это объясню. И он исчеркивает все это. И все не понимают, почему он исчеркал в такие время. Все не понимают, почему она осталась, как оказалось, эта книжка не дописана. В общем, Поггеллер это был человек, который играл с Хайдегером в шары на заднем. Это был человек, который всем все объяснил, почему надо было Хайдегера объяснять. В 1963 году это книжка, которую мы перевели. Первая книжка про Хайдегера вышла в 1963 году, а это все последующие доклады, которые расписывают всему миру. делались они на разных языках. Он был такой полиглот. И там был доклад из Китая, доклад из Бразилии, доклады в разных местах сделаны. Ну так вот, что произошло в 1963 году. Взял человек, который на 36 лет моложе Хайдегера, и объяснил Хайдегеру. Изложил его систему. И Хайдегер это очень понравилось. Потому что Хайдегер велел, когда стали сдавать собрание на сочинение, написать на первой странице пути, но не тут. Т.е. ему нравилось ходить везде, как писал Пушкин, но ему не надо было никаких результатов. Он, как турист, был счастлив дорогой, дорогой сели ведущие. И он ходил, ходил, ходил. И у Ницше сказано по этому поводу, потому что Ницше понимает, несется очень хорошо. А Ницше есть такой афоризм, который тоже перевел. Мы потому смогли уйти так далеко, что в каждом месте пути мы чувствовали себя как трудно. И поэтому картина, она была такая киническая. Ницше говорил, что я не хочу заводиться дома, из принципа, потому что это означает зависимость от места, зависимость от государства. И если бы я уже его сделал, только как римлянинг, сделал бы его, чтобы он у меня вдавался в море. Я бы жил вообще в этом самом море. У меня есть что сказать, я помылась кому-то дальше. С морем не родился. Мистическое отношение. Так вот, когда Хайдеггер тут изложил все стимулитическое, построил путь, он-то говорил, что у меня путь, 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 вдруг кто-то раз эти отрезки такие описал. У нас там катастрофа происходит, сегодня норма контроля, что я не могу поставить. Дипломник, а мне периодически звонят. Ничего страшного. Дальше получилось. Дальше получилось что? Хайдеггер взял и допустил этого мальчика к себе, приключенному географу, он ему разрешил рыться в рукописи. А рукописи, я вам скажу, две работы, которые мы знаем и говорим, что это главная работа Хайдеггера, это «Бытие и время», и «Письмо о гуманизме». Ну, там еще какие-то там сборники мелкие. А какой тон представляют черные тетради? Помните? 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 По-моему, то ли сто третий, то ли сто четвертый. Сто томов собрания сочинений Хайдеггера. Это я все к тому, то есть остальное осталось не опубликовать. При жизни. И только один человек мог туда заглядывать, потому что всегда был человек, бываете, профессионал, близкий друг. И вот это был Погелев, который играл в шары, который знал все истории. Самое главное, он мог закопаться в рукописи и спросить его лично, что это означает, каким образом это, так сказать, как это все понимать и толковать. И Хайдеггер ему все это объяснял, а он все это объяснил в стране. И что выглядит, как выглядит все? Выглядит все это так. Пик популярности. Пик популярности. Это вот 27-й год нашумевшее бытие время, скандал с Гусарлем, и толпами люди туда съезжаются учиться. Никто ничего не понимает. Японцы. Японцы приехали вначале учиться в Гусаре, а потом они сели у Хайдеггера. Несколько, пять или шесть приехали. Ученики Хайдеггера. Приехали люди со всех концов. Никто ничего не понимает. Стоит огромный по этому поводу разговор. Все обсуждают. Каждый вкладывает свое. То, что непонятно, как обычно. Хайдеггера вместе с Ясперсом зовут Берлин. Они живут уникальным образом. Они друзья. Я уже рассказывал на прежних лекциях, в чем заключалась дружба. Ясперс никуда не ездил. К Хайдеггеру где-то час общался с Ясперсом, который был на первом этаже. Он на другом этаже собирался. Они что-то обсуждали. После этого Ясперс написал, что про это все прознали, что мы друзья. И уже нашелся какой-то доцент, который уже придумал, что у нас есть общий философий, называется на экзистенциализм небось. Но это все неправда, потому что человек, который говорит, что самое главное – это уникальность и неповторимость. Вот он экзистенциалист. Как он может с кем-то объединиться? Каким-то образом. И сделать общую философию, коллективную, если он суперинговый. Короче говоря, это был период, когда они собирались захватить власть коммунистов. Потому что 1933 год в Германии – это время, где, если бы объединились социалисты и коммунисты, это мы все проходили, то никакая национал-социалистическая партия власти не была бы допущена. Но национал-социалисты объединились с правыми партиями, с так называемыми народниками, и в результате этого удалось им собрать относительно, но не полное большинство. Гитлер в результате стал канцлером, главным человеком. Это примерно соотношение было такое же, как сегодня у нас. У нас президент – это все, а премьер-министры, они могут меняться. Ильцин менял, по-моему, 6 или 8, даже премьер-министры. Так вот, Гитлер – это была вторая такая фигура после Гинденбурга. И это все подавалось как Фрейдмаршал, Гинденбург и Фрейд Гитлер, аристократии народа, генералов. То есть Гитлер там был на 25-м месте совершенно в это время. И все хотели взять и встрясть в коалицию с Гитлером. Задательская. Считала, что Гитлер – это отвратительная какая-то. Он художник. Ну, примерно, как и Зеленская. Это комик какой-то. Ну, это человек из мира искусств. У него прекрасные руки. Все время цитируют Хадига. Я сказал, Хадига сказал, посмотрите, какие у него руки. А у него были руки художника, что он ими всяко-разно в воздухе помывал во время речей. Это подкупало интеллигенцию. Он рисовал такие прекрасные открытки про Вену. Они сегодня вообще есть. И найти их можно в Ингорнете. Это было очень аристократическое объединение. Называлось оно «Кружок Георги». Но это очень все я недавно узнал, что это, в общем, не сильно такое известное объединение. В 1899 году молодой император Германии, когда еще был император, он вышел на собрание учителей и он сказал, какого черта мы учим древних греков, когда мы должны учить молодых нын. А у них ровно половина лечебных часов в гимназии была посвящена латыни, греческому языку. Потому что с подачи Винкельмана было сказано, что ничего лучше, чем Греция. Представляете, вдруг одна страна объявляет другую страну идеалом. Мы, например, взяли Молдавию, и Бразилию. Бразильцы – они классики. Давайте все жить, как бразильцы. Почему это было сделано? Потому что немцы, у них была раздроблена совершенно страна на 300 маленьких феодальных земель. Там были земли монастырей, монастыри держали свою собственную стражу. 300 – это называется мерзость феодального наукодержания. Я всегда это когда студентам объясняю. Вот Свердловская область, она занимает территорию, равную одной трети границам. Представьте, что у нас 100 государств на территории Свердловской области. И вы каждое на границах установили его таможню. И штрафует, если вы делали свое дивное платье из Великого княжества Пышма. Следующая остановка электритики – Великое княжество Шувакиш. Шувакиш за ваше платье вас штрафует, потому что оно будет в Пышме. Туда куда-то едешь, никакой абсолютно экономики, все защищают своего производителя. И у Энгельса это называется идиотизм деревенской жизни. В 1863 году англичане построили метров. Уже был у них паровозик, который ходил там. Это была супердержава, и ее никак не перетрыли. Французы имели здоровенную империю, которую сделала церковь в Решевле, централизованно там все проводил. Сами помните, по роману «Родители». Он был министр, церковь сделала мощную единую державу на основе католики. У немцев, наоборот, это было развалено. Лютер, чья земля того и вера, его всяко поддерживали. И немцы стали думать, как бороться с англичанами. Рынком нет. Но невозможно. Свою философию Монат Лейбнец создал для того, чтобы придумать философию для объединения Германии. Потому что раньше он пришел в Тройское библиотекарем, влиятельным князьем. И будут подбивать соседей себе под чинку. Укрупнять все эти триста, чтобы оно срастало. И соседи подминались, но потом эта зараза, извините, рожала детей, и опять все делило на жди. И невидимым образом не получилось. И вот тогда он придумал... Нет, ну вы понимаете, что есть дерьмо... Но у меня есть одна девочка, которая смеется от многих лет. То есть тоже философию сделала своим помощником. Но на самом-то деле это достаточно смехотворная проблема. Таким образом все это объединять. И вот тогда, когда вот эта идея была... Фихте хотел... Фихте хотел... Речить немецкой нации. Истинная такая работа. Он говорит, я ее прочитал на улицах Берлина, захваченного Наполеоном. Я хотел сказать, ребята, вы должны стать вот такими могучими. Вы должны стать супернародом, потому что вы употребляете страдательными злами. Почему? А потому что любой немец, он никогда не скажет, меня побили. Он всегда скажет, я позволил себя побить. Я дался. Он употребляет слово. Ласцем вообще. Я позволил этому случиться. Я говорил, Михаил Граф Александрович, такой вседлинный. Человек, который не столько сражался, сколько был сражаем. Вот он говорит, что он позволил быть, так сказать, быть сражаемым. И вот поэтому русский, он говорит, мне пришло в пол. Дорога. Дорога ведет меня в лес. И вся философия Фихта заключалась в чем? Чтобы человека побудить, потому что вот отсталые народы, они говорят, предмет. Это то, что тебя предмутнули, то есть заранее мутнули, предположили. И оно уже, ты приходишь, оно уже лежит, ты ничего не поделаешь. Мыши плакали, лолись, но как-то сгрызли, потому что это предмет, который уже заранее выдали. А вот немцы, они это говорят, это Гегенштанд, это то, что тебе противостоит. И пока ты лежишь, как Обломов, на диване, тебе ничего не противостоит, никакого предмета нет. Но дальше ты посылаешь свою мысль, и твое я начинает полагать не я. А не я – это то, что тебе сопротивляется. То есть вы, например, лежали с удовольствием, и вдруг подумали, а не открыть мне, например, какой-нибудь киос, продажи косметики. Как только вы это все заделали, ваша мысль понеслась, я так это студентам объясняю, наткнулась на идею налоговой, на идею, так сказать, коллектив, которому надо платить, которого надо на пенсию отправлять. И дальше мы идем, сейчас у нас 99 разрешений надо, чтобы открыть столовую отдельно по каждому виду. Где ты покупаешь курей, ты должен все засветить, где, откуда все, дальше у тебя цифровое государство, дальше у тебя вообще всякие люди, которые там обеспечивают охрану, там, ну, всякие, пожарники. И вот в результате я послала нам посыл, оно отразилось, построился ваш мир. Вот таким образом немцы мыслят, потому что их заставляют так мыслить язык. Вот об этом работа речек немецкой нации. А поскольку Ницше писал очень сложно, но он говорил, что меня бы за такие речи французы расстреляли. Ну, не расстреляли бы, а мне бы вообще не поняли бы, что ты там такое приносит. Какой-то человек. Описал-то он отродитель. Одна из его работ называется «Ясная, как солнце сообщение, широкая публика, сущность новейшей философии», а там заголовок такая «попытка привудить публику к пониманию». Если она ясная, то как и зачем принуждать вообще. Лейблиц при помощи философии попробовал. Фихте, только эту философию никто не понял. Он же требовал, чтобы его отправили в ополчение, он там будет свою философию обосновлять немецких солдат, боевших с Наполеоном. Его, конечно, не взяли послушав, он не смог объяснить военникому, так сказать. Поэтому он, между родившимся, с женой вместе пошел раненым помогать и какую-то инфекцию схватил от этого. И появилась тогда, значит, идея какая? Возвращаясь к Хайдеке и к Яспорту, и к императору. Император сказал, что давайте мы отменим латынь, давайте мы отменим какие-то, так сказать, древние чтения. Они там читали четыре диалога в школе, в старших классах, начиная с восьмого. Там они все это изображали. Причем там были какие-то диалоги типа Фидон. И если бы они читали государство, то это было бы более-менее понятно. Вколачивать идею государства, что должно быть стража. Так оно все и должно было быть в 33-м году, когда вернулись к Хайдеке. Ну вот император пришел и сказал, я сам учился в гимназии, нафиг все это бюджет. Не каждый офицер писал выпускную работу по латынию. В школе, готовясь дальше собирать. В каждой черной натуре. И он сказал, что надо изучать, как сказал известно, кто-нибудь назвать по имени. Надо изучать технические ноты. Надо изучать то, что пригодится в жизни. То, что будет полезно. Чему это все привело? Все это привело к тому, что, как ни странно, преподаватели латыни, это я вам не знаю, как лингвистическому узу, раз в половину учебного плана они осуществляют. Сколько их цветет? Половина. Поэтому они встали, сказали, что ваша физика, которая там 3 часа в неделю, никак не больше вообще, она никаким образом не проходит по влиятельности. Почему? Но, тем не менее, половину школ император перевел в так называемые реальные гимназии, где латыни не было. И дальше эти ребята подросли, а дальше они пошли в университет. А в университете были те, кто знал латынию, а те, кто не знал латынию. И когда они оказались в университете, оказалось, что раньше из гимназии выходила чистая лита. Но это всё очень современно. Учить, потому что я имею в виду, что всё переносите. У нас сегодня есть школы, которые учат лишнее. И есть люди, которые учат полезное. Булочки испекают, с практическими уклонами. И тогда оказалось, что произошло, вот скоро мы эту книжку тоже переведём. Называется эта книжка «Грихард Поле». Грихард Поле, её автор, называется «Наплутон как воспитание». Реакция оказалась такая. Образование утратило всяческие пристили. Потому что пришли люди от земли, средний класс, а то и ниже средний класс. Помните, Делянов написал, как у Харкина дети. Не полезно это. Университет-то это люди, мысли. Возвышенно. Латинский, у них идёт предприимчивость. И всё остальное. Там у вас, я думаю, торжество началось. Последний защитился. И те, от кого защитились, они, наоборот, не защитился. Давай дверь просто закроем. Мы выживем, наверное. Там народ празднует, путь празднует. Я всегда говорю, что защита – это инициация. 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 Это защита. Аспирант. Нет, я просто говорю, что не надо мешать. Итак, отменили латынь, император сказал. Сделали технические науки. Оказалось вдруг, что если говорить, что технические науки главные, патриоты воспитать нельзя. Потому что человек любит ту страну, где техника развита больше всего. И если вдруг взяли, раньше американцы делали компьютеры большие, потом их стали делать японцы, все полюбили Японию. Сейчас они полюбили Китай, который там перед помощью. И они начинают меняться, понимаете. Это первое. Во-вторых, когда прикладные науки являются главными, то оказывается, что человек не может заставлять себя что-то делать. Вот уже Джон Малок говорил, что прикладные задачи умеют решать и свинья, которая знает, где копать. Ей эти самые трюши. Медведь знает, где мир. Это животное знание. Знание, которое позволяет что-то полезно. Но есть высшее знание, когда мы отгадываем загадки Господа Бога. Почему он так вот устроил Вселенную. И есть послушание сегодня у католиков изучать, допустим, какое-нибудь скопление звезд. Это послушание, послужит Богу. И, наверное, когда мы изучали теоретический метрический метризм, мы изучали то, чего нам в жизни никогда не пригодит. И поэтому мы его заставляли себя изучать. Ну точно так же, наверное, какой-нибудь Сапрамат там был, который был сплошная высшая математика, который потом инженер не обращался. То есть должно быть что-то такое, что называется грызть, грызнуть. И учить надо тому, что не пригодится ему. Это возвышание. И это относится к латыни, это относится к платону. Почему вдруг Хайдеггера попоролил до Сократика. Это была конкретная задача. Что дальше произошло? Дальше. Вот сегодня у нас будет масса людей. Все говорят, что сейчас нужно дистанкно получить диплом Гарварда. И останется всего четыре университета в мире. Ну и что? Раньше ты был из Ингу. Ты там был. Ты был где-то там в Гарварде, где-то ты был в Кембридже. А сейчас ты, не уезжая из родного города Комитопа, получил диплом Гарварда. Ну и хрен нарезать. Раньше ты выпускник Гарварда. Когда у тебя есть общий какой-то галстук. И ты приходишь к кому-то, а тот сидит в Гарвардском галстуке. Он тебе поможет, потому что тоже в Гарвардском галстуке. Вы братья. И вообще вы видели все это с Лизерином. Это все у нас дети. Я просто так вынужден общаться. Я сказал, когда был деканом факультета, дети, старосты, соберитесь и сделайте, оформите доску, которая вам смирает расписание. И они ее сделали красную золото. Меня вызвал ректор и говорит, что у тебя как в порткоме все это все это. Я говорю, что это дети выбрали. Вернее, я пришел, детей спросил, ли это где-то цвета, факультета, трища, на которую мутился этот самый Гарри Поттер. Мы выбрали. Что такое порткома, они не знают давно. Но это вот место такое. Можете сейчас приехать. Украинский федеральный университет, Солосовский институт. Вот там все вот этого цвета. Так вот, понимаете, англичане, они устроены-то было и как? Они всех детей отдавали, как Гарри Поттер. Они всех своих детей аристократию учили в интернате. Это мы как-то посмотрели. Они все отделены были. Как Ницше в порте сидел, там 300 аристократов училось мальчиком. А в англичане, правда, там… Ну, тоже были мальчики. И это… У меня есть сейчас один знакомый, про которого книжку написал. Буквально вот он мне рассказал. Он говорит, что я вообще прожил в Суворовском училище 4 года. И там ты живешь с 30 человеками 24 часа в сутки. Вот вы утром, вечером вообще вместе учитесь, вместе там где-то на практике, вместо спортом занимаетесь. И вот эти люди, ты волей-неволей с ними договоришься. Здесь вы можете не встретяться с кем-то. Мы его не любим. Нифига. Он, все равно, здесь же живет. Вы выстраиваете отношения. И после этого великая единая команда. Он говорит, что до сих пор все 30, друг друга поддерживают. И вот эта была элита – это генералитет английский. А дальше они делают… Это называется у них сержантская школа, которую первую придумал Джордж Берг. Он был священник. И он вдруг заметил, что есть много-много некрещенных вновь открытом свете. Туда иезуиты посылали людей, и их всех убивали. Действительно. Немножко дольше жили те, кто умел играть на свете. И он придумал первым Джордж Берг. Отчего весь субъективный идеализм для возникал. Ему говорили – живи реалиями. Живи реалиями. Ты придумал какую-то фигню. Он придумал, что вот так вот. Латинская Америка, вот здесь Бермудский трейбольник. Надо наловить индейцев, привезти их на Бермуды. Обучить христианству и отправить назад крестить этих самых ребят. Сейчас это называется work and travel – работа. Надо наловить девочек, которых обучили. Вы, мы и все остальные. И взять их, отправить на work and travel мыть бассейн. В Америку не едут. Раньше у нас это был колхоз, но там не много английских говорили. А там ты работаешь, показываешь, что ты куда-то пригоден. Тебе показали какие-нибудь Голливуды, музеи, еще что-нибудь. И дальше все эти люди, которые туда приехали, они все поехали туда. Преподаватель английский в Китай. Это совершенно блестящий вообще ход. Это сержантская школа. Потому что сами англичане – это были худшие офицеры всех времен и народов. Это была аристократия, и больше всех перебили в Первую мировую войну. Но сержантский состав вот таким образом сделан. Но он прекрасно, собственно говоря. Это если сравнивать, быть может, с нами так сказать, что сегодня вообще есть люди, которые руководят вот этими нашими людьми. Сегодня называется евроузвеками. Что-то мыть, что-то чистить. Вот это врач по образованию и так далее. И вот люди, которые к нам сегодня приехали. Вот у нас, не будем говорить о какой республике, была Керезняя. Люди, которые лучше говорили по-русски, были более интеллигентными, но не может иметь на него. Поэтому они все приехали сюда. И сегодня у нас люди из Таджикистана, которые имеют высшее образование, они кладут кирпичи. И Таджики говорят удивительные вещи. Они говорят, что у нас был случай недавно. Конфликт. Наша община таджикская. Они говорят, что мы учим каждого мальчика. Каждый мальчик у нас знает 200 стихотворений на языке. Это фактик. На котором писали удивительные люди. А Март Фуян, как оказалось. И не только люди, но и что-то. А еще были Низоми, Фердалуси. Люди, которые говорят цвет поэзии. 200 каждый мальчик знает в школе. И 100 он знал русский. Когда мы там были, наши программы там были. И эти мальчики приходят испытывать трудности. Они видят очаровательную женщину. Они хотят ей вступить место. И это, например, Аня. И что говорят? Они говорят, тетенька, садитесь. Тут начинается скандал. Какая я тебе тетенька? Что за беспризорщина вообще? Ты меня состарила там и все остальное. Ну, Аня, она ее не собьешь. Но это только потому, что мы не разработали обрешение. Сударыне не привелось целую. Так вот, я немножко оплекся. Я что хочу сказать. Когда вот таким образом устроена Британская империя, там всего у них было, и эта цифра меня потрясла, по-моему, 150 тысяч управляльцев. Которые управляли империей, и которые никогда не заходили в Солнце. За счет сержанта. Сержант должен быть из другого народа. Потому что его не так жалко. И потом этот сержант приезжает в другой народ, местных, не наносит. Вы куёте антианглийскую. Извините, антианглийскую. Когда вы развиваете национальную философию, национальную культуру. А там как раз берутся люди, чужаки, это чужаки, управляют чужаками. Но, кстати говоря, это, в общем, английская школа. Когда вообще представители одного народа делаются сержантом. Например, в армии они управляются. Не будет в эту историю убиваться. Но есть люди, разные харизмы. Люди с разными народами. Народы с разными харизмами. Так вот, англичане – это белая кость, это генералитет. Вреды этого генералитета проникнуть невозможно. Никто вас не возьмёт, если вы не учились, или вы учились заочно с Лизой или Гриффиндорфом. У вас нет галстука. Вы не спали вместе. Вы там вместе не боялись каких-то злых духов. У вас нет никакого социального фольклора. У вас нет какого-то класса, например, про которого рассказывают одни сказки, другие сказки. Как у Гарри Поттера. За каждым преподавателем. Регенда. Увы есть конструкции нации. Потому что на вас строится общество выпускников. Общность выпускников держится друг с другом, несмотря на то, что происходит катаклизм в стране. Когда всё это было разрушено, когда пришли всякие люди, которые говорят, это мне не надо, это мне не надо. Вверх позора была встреча. У нас есть такой институт нефти и газа в Тумени. Когда приехали люди и сказали, что наши вообще выпускники не умеют заполнить товар на транспортном экономике. Уже говорят, что мы их научим. И если надо, мы прочитаем спецкурс по вашему группу. Как к нему подходить. Про каждого вашего начальника мы разработали спецкурс, только бы вы, заказчик, начали принимать наши выпускники. Это был предел падения высшей школы. Как с этим справилась Германия? С этими образовательными услугами? Очень просто. Люди просто вылетели из аристократии, которые не учили латынь, не учили лишнего, не приобщались к бесполезной мировой культуре. Короче говоря, имели только прикладные навыки и умения. Они вылетели, вместо этого возникло новое объединение. Оно сегодня уже возникает. Есть у нас около Тюмени, например, очень интересный такой поселок. Там заборов больше ничего. Никаких вывесок, никаких вывесок. Там просто вот такой профилированный лист из нержавейки. Но туда пролетают самые вообще бета-интеллектуалы из Москвы. Причем они не какие-то там. Они развивают революции и все там. У нефтяников сегодня пятидесятники. Главные люди. Меня туда призвали, я под флагом русской академии, как она называется. Русская академия. Ну, не будем. Христианская академия. Русская христианская гуманитарная академия. На фонтанке. И вот мы туда приехали, там приезжали совершенно внятные ребята. Пятидесятники. Потому что и только пятидесятники славят человека труда. И это очень нравится. Потому что Господь... На чем стоят пятидесятники, на чем стоят все люди, которые называют... Протестантами... На чем? Зачем Лютер перевел и нажил гипертонию на этом переводе в Библию? Когда пришел в Библию? Вот такая вот... Когда он напечатал... Он себе дал клятву, что он заработал всю жизнь, столько денег, что он себе купит... Вот когда он ее переводил... Ради одного единственного... Зачем ее надо было переводить на родной язык? Зачем ее переводил? Зачем я переводил? Зачем я переводил? Зачем я переводил? Калию на его язык? Ради одного выражения. Я переводил, что Господь поселил Адама садовником. Садовником. Потому что раньше вообще рай это было место, где никто не работал. Там все было на халяву. Там все было даром. И нормальный праведник, он не должен трудиться. Тот, кто трудится, он наказан, как Адам, которому сказали, отныне будет проклята земля твоя за тебя, ты первородный грех, и произрастит он тебе тернии и волшебные коручие культы. То есть тот, кто трудится, это человек, который согрешил, а все остальные не служат, не силовики, не вообще благородные люди, их раньше называли дружина, князя, потом их стали называть двор. Вот это вот дворяне, это люди, они не должны трудиться, потому что они прави, не гоже лилием прячет, говорила христос, и поэтому лилии, они в гирге пролеют, я вам цитирую другую свою книжку, которая называется «Почему Европа не Россия?», как был придуман капитализм, там вся протестантская идея, можно сказать, призывалась. Так вот, раньше говорили слава, человеку труда, лучшие люди, ничанский мотив, только везде висели фотографии, сегодня это говорят протестанты. Так вот, весь этот протестантизм, когда все должны что-то производить, вот это для среднего класса идеологии. Есть английская аристократия, которая во главе с королевым, королем ничего не производит, только в июне. Есть люди, которые из иного народа, при помощи английского, которому научили и народцы по отношению к ангелам, русские научили, научили какие-нибудь фрилансы, например. Они научили вот этих младших командиров, менеджеров, а дальше вообще все остальные, они строго говоря, немножечко их получили английскую, чтобы они понимали, какими командуют на этом языке. Вот это была идея мировой, какой-то супердержавы, и главное ее отличие, как говорил Хайдегер, это было то, что называется махиншавт. Перевести это слово мы решили как деловодство, то есть раньше все говорят, что это махинацией, и оно и запрашивается, махиншавт. Но махинацией это плохое слово с осуждением, с осуждением, что ты опять занялась своими махинациями. На самом деле надо сказать, что такое бизнес, бизнес это деловодство. Это не хорошо, не плохо, это просто вот дело. И вот когда наступает идея такая, что начинается всемирная делаемость всего, и когда нету вещей, которые невозможны сделать, это вот диагноз, который Хайдегер выставляет немножечко, и переключившись за него, раз мы обещали, каждый человек может сделать, может сделать диплом, может сделать детей, может сделать президент, может сделать гражданство. Сегодня это все распространяется до предела, сегодня человеку можно пересадить 8 раз в сердце. Вместе с 9 номером филлером покорнили, в очереди, но было 80 где-то в лепите, то один год он умер. Но это все, покорнили частями. И когда Слаттердайк говорит, что вот когда человек ходит по кладбищу, там написано две железные даты, это судьба, дата рождения, дата смерти. Так вот сегодня это все уже размыто, ничего вечного нету, все делается. Сегодня прошла информация, что сделали от трех родителей ребенка, генетическое. В Америке строго запрещено, я когда был уже аннурист, и провел 104 ток-шоу, во время одного у нас был человек, который говорил, что мы клонировали ребенка уже в Екатеринбурге. Это было очень много лет, надо передать. На следующий день был скандал из Америки, где в Конгрессе кто-то сказал, что клонировали одного ребенка, его заставили поклясться, что ребенок покинули в Американскую территорию, уехали в Израиль, нельзя, строжайшее, уголовное. То есть пытается право это прекратить, пытается церковь прекратить. Наша Отечественная Русская Православная Церковь, она говорит, планируйте любые клетки, тот, кто читал социальную концепцию Русской Православной Церкви, все иерархию собрались и стояли, Христос помогал в страданиях, поэтому клетки печени делайте. Они потому что фильтр снимился очень. Делайте их на принтере, мы не запрещаем, сейчас можно. Но ни в коем случае вот эти две клетки, которые соединяются, мужская и женская, вот туда лезть нельзя, потому что только ребенок зачатый не в продирке, а зачатый естественным путем, не инвитра, не в стекле, да еще они естественные, дальше под этим скажут, что такое венчаные драки, но только мальчик и девочка вместе, если они это все проделали, возникает душа. А у всего того, что где-то вообще там в автоклаве, какой-то гомонкулюс или еще что-то такое современное, это генная инженерия, это все души лишено. Тем не менее, это все делают и будут делать наверняка, потому что это великая проблема в зачатии, по линию мужа, по линию. Не буду обдеваться вообще в этой истории. Я просто хочу сказать, что сделать, мы понимаем этот смысл слова сделать, универсальную делаемость, все из всего, и на все мы смотрим, как на сырье, и само слово образование, ну чудовищно, потому что он предполагает, что раньше было что-то безобразное, а потом этому придали образ. Образование. Это тоже вид делания. И вот когда Хайдегард наезжает, наполчается на все это делание, он говорит, что ярче всего это в Америке, где делается все за деньги. Русские только подражают, и нечего вообще там на Сталина, так сказать, Сталину подражает, индустриализация, которую он провел, он говорит, он просто идет в контексте, так сказать, американской вот этой дела. А с Венцином это отношение к человеку, что сказала франковская школа, лицеа Дорна и Харкайна. Мне сказали, что раньше человек поработил, после как он эксплуатирует, нагрузило вьючное животное, мы нагрузили. Дальше мы начали его использовать как сырье, в том числе его употреблять в пищу и все остальное. Дальше мы стали эксплуатировать природу, сегодня у нас никого не напрягает выражение эксплуатации природных условий. Отдел технической эксплуатации. Грех говорит, что человека нельзя эксплуатировать, а машина можно, вот эта пирмарина, или Алиса, или Алиса, или Алиса. У нее можно, там, свистну, лунный дом, заэксплуатируйся и все остальное. Так вот, когда вот это распространение, когда человек вначале становится, как сказал Маркс, эксплуатируемым, а дальше он становится сырьем в Освенцине, и когда из него добывает вначале, золото, потом кости трубчатые жгут, и цедят вино через них, из кожи делается абажур, если она с татуировкой, то это очень хорошо, потому что дороже можно продать абажур в человеческом. Там стопроцентная утилизация, там был конвейер вообще, из человека сделали сырье, это оборотная сторона, оборотная сторона делаемости. То есть, если ты считаешь, что ты все можешь утилизовать, а Дорн, он говорил, что разница какая, разум подходит к дереву, эстетически воспитанная девушка приходит и говорит, как она прекрасна, это дерево, разум прикидывает, сколько нам нужно сделать то, скидывая. Это означает рациональное отношение. Это означает, что мы выведем, вот китайцы, когда сегодня все это рационализируют, нашу тайгу, то это вот именно то. Тайга это сырье, нет никакой красоты, это чистое сырье. Это делаемость, как проклятие нашего мира. И эта делаемость привела к тому, что люди воюют за всякое сырье, люди воюют при помощи оружия, и вот это вот все, вся тюма, которая имеет мяу. Все это имеет оборотную сторону. Оборотная сторона, делаемость, она вообще не предполагает, что ты любишь то, что ты рассматриваешь как сырье. И поэтому вместо глубоких, сильных чувств, романтических, всяких прочих, появляется так называемая затронутость, не гефюля, а что-то такие гениттихикает, в общем, что-то такое с сахарным сиропом, что-то такое, что обсуждает желтая пресса, малахов. Это такие вот чувства, когда все дружно разволновались, насильно не поволновались, уже на следующий повод был времени, уже следующий, там, то ли кто-то помер, то ли потом, значит, собачка у кого-то потерялась. Но вот все дружно, когда понемножку волнуются, масса вообще. Вот это вот все Хадиггер назвал «даосман». «даосман» — это как раз то, о чем в правде писали, как это перевести, никто не знал, любителям переводил это «любки». Ну, это максимум, что он нашел. Люди говорят. Люди говорят. Ну, это как-то вот не сильно не здорово, но он первый это попытался перевести. На самом деле, лучше все это передает выражение из правды. Есть мнение. Есть мнение — это партийное выражение. «Медген». Ну, вот оно и есть. И сейчас оно из сети пришло. Есть мнение. Мы все вообще каким-то образом зависим от этого. И это «есть мнение» — оно определяет моду. Первым об этом сказал «Сверенки Архигор, он сказал, что все в жизни стало делом моды и кольцо в носу, и убеждения, и чувства. И мы так синхронно чувствуем. И понятие счастья, оно зависит не от нас. Если я пришел и сказал, что я живу в сарае, я же на работе на велосипеде, но я там читаю Плутона, я счастлив, то есть у вас должен быть стандарт шефа. Нельзя быть счастливым, если ты едешь на машине. В Москве. У тебя должно быть какой-то стандарт жилья, Хрущевка — это несчастье, даже Брежневка — несчастье. Сегодня у нас разные страны уже определяют какие-то стандарты счастья, кто счастливее, кто счастливее. То есть счастье — это бизон, который ты должен иметь. Это называется дресс-код, это называется фейс-контроль, когда на тебя смотрят и пускают или не пускают. Китайцы это ввели, они привели социалистическое образование, они уже оцифровали где-то миллионов тридцать. Каждый из них имеет свой рейтинг по степени заслуг. У нас были просто победители соревнований. У нас был Саша Григорьев, там сорок, за которого выгнали, он сказал, я победитель в суд соревнований, а кого я победить. То есть никого не побуждали, сегодня ты победитель, завтра уже никому не говорили. Китайцы все оцифровали, у каждого есть свой рейтинг, и не только публикации, насколько он там был победитель в суд соревнований, сколько он там еще что-то сделал. В зависимости от этого рейтинга они продают билеты на поезд. Общий уголь, ты заслужил только общий уголь на интересную публикацию. Около туалетов. Верхняя поля. На самолете тебе не положено, тебе положено на самолет. Такие публикации. И вот это вот у них называется справедливость, но это тоже форма деятельности, и при чем все гружно обрадовались одному, и все другому уже, так сказать, очень так же расстроились, и все, всенародные явления, все как они. Вот это тоже делаемость, и это признак вообще бесчеловечности. На что ответил, каким образом, в письме о гуманизме, с Хадиги, он сказал, ребята, человек, это пастырь бытия, это не центр вселенной. То же самое сказал у нас патриарх, который сказал, что христианство, наше, которое мы используем, это не культ человека, это не ради человека, это ради Бога, и ради того, чтобы Бог в человеке проявлялся. Потому что, если мы будем говорить, что человек это Альфа и Омега, и что на нем все кончается, начинается вседозволенность. Потому что делать семь пересадок сердца, американские медики, они говорят, после семидесяти, они к негласному закону не пересаживают ничего. Все говорят, да как же так, у них с 81, да за деньги. Но если ты миллионер, а также у них там биоэтика, такая сегодня, они попытались сделать философию, биоэтика, говорят, что последнее сердце, когда ему пересадили, оно было, по-моему, 99 или 100 лет. Человек с этим сердцем мог бы прожить еще 50 лет, если бы это был человек молодой. Вот такой. То есть это нарушение равенства. Это нарушение равенства. Мы должны иметь одинаковую медицину, если у нас есть какие-то отдельные, какие-то... и в конечном итоге вот вся эта биоэтика это инженерия, которая вмешана на один ка. Вмешана на один ка. То есть Хайдеггер, он одинаково ненавидит и социализм, и фашизм, и технику, и самое главное, политехнику. Я написал статью в этот самый журнал, который называется «Эйнай». Хороший такой журнал, который выпускается от космического предыдущего строения. Он электронный, зрители, посмотрите на него как. И вот там про политехнизм он написал, что весь политехнизм это уникальное такое мировоззрение, это не техники. Хорошая техника, хороший ученый, он сидит в своей физике, в своей какой-то электронной моменте и не пытается завоевывать. Но когда происходит революция, эта революция заканчивается тем, что люди вроде Наполеона, которые основали Экюльп или Пирхен. Кто его возглавил? Человек, который был математик, который теорию числа создал, вообще он был теоретиком. Во время революции все разбежались, надо было сделать стендарь. Гиркин и Рынкин надо было сделать. Палату меры высокой. Он взялся за это дело и сделал, потому что он был математик, хорошо организован и он, как некоторые здесь присутствуют. Дальше ему поручили еще что-то, он опять это сделал. У нас был Штернберг, который рассчитывал, как стрелять по Кремле, чтобы не повредить когда там СССР и засели. Он был страном. И дальше этот человек стал, не буду его называть фамилией, там все, кстати, дальше он стал министром морского флота, он сходил в Египет Наполеона, а затем его сделали начальником политехнической школы. И эту политехническую школу Наполеон взял под свое покровительство. Массовый набор, нельзя техники учить частным образом, языку можно, а вот там они набрали сразу 300 человек, 300 человек они посадили доверенные отцы, получились чувствительные отцы, то есть они поселили определенных надзирателей родителей семьи, там они сделали казарму, потому что техникой без казармы нельзя. И когда мы говорим, что у нас была великая техника, но к сожалению ее преследовал Сталин, он там Королева держал в тюрьме, да только там их можно держать, потому что это люди страшные вообще разрушительные силы, они могут так поимпровизировать, что снесет все, что угодно и они сделают все, если у нас распространится супер, так сказать, супер позитивистская, супер вот эта идеология, когда мы будем делать все, глаз у тебя вымем, оставим новую память, тебе сотрем. В свое время же был Хадиггер, он учился на католические деньги, потом ему католики размравились, потому что они были чересчур книжные, чересчур построенные, не было у них вдохновения, не было у них какой-то импровизации, какого было пророков, но он был церковный человек совершенно, и он с Карлом Бартоном переводил всякие равные Евангелия, трактовал, интерпретировал, вот он сказал, что в принципе, в принципе, вот есть такое выражение «иди себе с Богом», «иди себе с Богом». А подробно на эту тему написал статью, и я ее перевел, тоже буду ее прислать, Бон Хилкфер, есть такой человек, которого повесили на рояльной стране в 44-м году в связи с вместе с вот этими ребятами, которые пытались взорвать Гитлера, и он сказал, что означает «иди себе с Богом», «иду», он сказал, что «если я люблю вас, вы любите меня не через Христа, то я пытаюсь вас прессовать, вы пытаетесь меня привези кто-то кто-то я тебя слепил из того, что было, потому что было, то и полюбило, если я тебя придумал, стань таким, как я хочу, происходит какая-то война». Нет, надо любить всех через Христа, и если я вам говорю «дом порог, иди себе с Богом», то означает «я тебя припоручаю Христу». И ты раньше жила до своих 18 лет и выжила каким-то образом под опекой Бога и каких-то других и сейчас ты выживешь вообще. Я тебе припоручаю Бога, надо будет тебе, ты придешь, это будут подлинные какие-то отношения, не то, чтобы надо, пытаешь потребность. припоручаю. И вот Бог, он должен все время стоять между людьми, и вот этот Бог у Хайдегера называется «Бытие». У него это называется «теология без Бога», сам Хайдегер очень точно говорит в этой книжке, он говорит, что понятие «Бог» вообще не употребляется мирной жизни, потому что нет Бога, кроме Аллаха, там все говорят, все остальные могут не работают, если бы жители Пуцли или еще там кто-то такое. Понятие «Бог» употребляет только философ. А зачем он употребляет это? А затем, чтобы собрать всех за одним столом, и я сперс это называлась «университетская вера». Университет вас всех собирает, каждый говорит про своего Бога, особенности от ваших, ребята приехали из разных мест, вы их усаживаете и начинаете рассказывать, что Бог есть, что Бог вообще в принципе есть, а дальше вам предстоит найти своего Бога. Чтобы его искать, вы должны знать, что он есть. Поэтому философия у Хайдики это введение к религии, это пропедевтика. Он не говорит, что есть какой-то Бог. Вот бытие это что-то такое, что это такое. чтобы понять Хайдегера в словах быстро, потому кто к этому обязывает лекция. Вот давайте представим, что есть методисты сегодня. Мы не можем это уже не представлять. Сегодня у нас есть набор программ, стандартов вообще. Вот попробуйте это перенести на реплики. Есть католики, супер методисты, они вам не разрешат читать Библию в отсутствии святого отца, потому что вы там молитикой и тверд не читали. Только в присутствии священника он вам все объяснит, как понимать это выражение, как это, это соответствует нашей супер методической культуре, где какие-то чудовищные сокращения, капуп, мапуп, гок-магок и все эти дела. Вот это царство методистов. Протестанты, отчего они были протестантами, они говорят, ребята, читайте, в каждом мотеле вообще валяется книжка затертая, на сон, почитайте, это ивангелие. За это заодно уже не ведут, за такое отношение к книжке американцам, люди, которые на Коран смотрят. Они тоже рядом с католиками. Некоторые разрешают. Мы свое священное писание держали на открытом доступе. У нас это было 53 по Ленину, 50 по Марксу и Энгерсу. Больше того, моего декана Любутина вызывали, мой декан, Любутин крутил Казимурский взнос родитель Максим Гербычев. Его вызвали предком и сказали, вот ты ходил в библиотеку, писал диплом, ты 20 раз взял Челнишевского, Ленина два раза стали мемориалом. За каждым вообще следили, чтобы каждый читал священную книгу, потому что отношение к цитату ты привел значит правда. Стих такой, глава такая, сказанная вам значит правда. То есть методический контроль в исламе большой. Ссылка там все, стих, Коран, Коран надо знать наизусть, это наверное большее все. На втором месте католики, где тебе все объяснят, наизусть все не забудем, потому что грехов им все есть. Ну вот я все объясняю. Дальше протестанты, а дальше какие-то удивительные люди, которые загораются и несут какую-то фигню, как я вам сейчас свободно перепрыгиваю куда-то. Вот самая загадочная фигура это будет Шлевер-Майкер. Потому что вроде написал он не так много и когда его пытаются так сказать непонятно что он там такой открыл. Но его весь город хранил. Потому что он читал такие проповеди, что ребята вообще пробивал. Потому что он испытывал экстаз. И если бы его привели к вот этому формальному виду, так сказать, его бы выгнали из церкви. Но он зажигал, он транслировал и дальше я спрашиваю вообще студентов и верующих и неверующих вот сегодня в качестве сферы услуг, экономики вообще вот скажите, если бы второе пришествие произошло, оно произошло не так, как его писал не было бы коней вредных вы бы небо и сказали что ребята это просьба повторить как положено то есть вы пытаетесь обязать Бога соответствовать Библии. Человек который был психолог и одновременно священник Уильям Джемс он говорил так он говорил что мы кошки и собаки которые гуляют в нашей библиотеке примерно столько же мы понимаем Боги сколько они понимают наши то есть вот если бы ваша кошка научилась писать и она оставила мемуары помните что-то подобное гигер гоголя раскопал переписку что бы она там написала написала что вот Бог дал мне пищу рыба она мне давала есть анекдот к этому поводу совершенно неподвуховный две рыбки дерутся в аквариуме объели плавники объели хвосты они так и дерутся и кричат есть Бог нет есть Бог нет тоже тогда меняет воду то есть для кошки его и существо которое дало мир кошке сотворило ее и не сказала Ницше говорил нечто подобное он говорил что если бы мы поняли что кищит комар то комар кищит что великий Бог великий комар дал мне в качестве источника пищи вот этого человека и всех остальных живых веществ которые он создал землю чтобы подтянить его комаром то есть понимаете это все настолько вообще наивно что мы должны предписывать Богу что он делает вот как он сказал пожалуйста как написано Иоанна Богослова вот так пожалуйста это будет методичка шаг право шаг влево расстрел нет ведь конечно и поэтому Хайдегер говорит давайте мы поднимемся над католиками у которых есть много чего хорошего но которые они академичны они все время пытаются все разумом проверить зачем-то они хотят чтобы если ты во что-то веришь надо это еще и доказать пять доказательств и Тертулиан говорил веруй ибо абсурдно потому что если я скажу я верую что дважды два четыре я верую что два угла треугольника равны три угла треугольника равны два на квадрата это не надо веровать надо веровать то что дело родило надо веровать в абсурдное надо веровать то что он же Бог отец и он же сам себе сын вот надо в это веровать это можно постичь только вера и вот когда ты без методичек начинаешь подниматься когда Бог начинает говорить с тобой он тебе может говорить что-то такое что все остальные тебя начинает заниматься ненормально и вот такую религию придумал Гельберг который 42 годика был сумасшедшим и все знали что он сумасшедший прохват у него дом на берегу и все проплывали смотрели гуляет ли он ночь манцем какие и так далее он придумал себе дивную религию когда Винкельман всех сказал что Греция давайте мы объединим и скажем что Греция это классик он поставил точку мудрил он сказал да я посмотрел на все карты я исследовал где поворачивает рейн куда он хочет течь так вот течение рейна указывает что Греция возродится не в Греции потому что греки сейчас в Балдец она все это разрушила она возродится в Германии она возродится в Германии и там будет все и вот Германии там все карты указывают что восток иудейские всякие веры и мудрости вот они все сойдутся в Германии и он придумал религию где была половина богов греческих половина половина богов была там он придумал их сам у него в религии было 300 святых и первый из них был Гераком потому что он победил всякие кошмарные существа но ввел порядок вторым был вы будете смеяться Дионис потому что он спас людей это Демонтир а третий был Христос потому что когда все ушли боги закончились все сбежали он последний сказал ребята вот я оставляю вам пабу хранить ее когда нибудь может тут еще вот он сделал такую синтетическую религию и вот что это он выдумал научная фантастика это дурацкие английские меры параллельно нет это у него было откровение поэтому Хайдегер говорит давайте мы это все послушаем любой человек который что-то придумывает про Бога это неспроста это ему Бог что-то хочет сделать и это я тоже перевел это про Гердер Лима то что написал то есть мы должны слушаться каких-то предписаний писания писания вот это вот то что высечено раз и навсегда мы должны это наследовать или мы признаем творчество точно так же как в математике мы будем всегда математику преподавать что-либо старым учебникам 20 века вот по этим программам которые мы делали или мы признаем что что-то в математике откроется новое когда оно откроется в религии оно должно быть предписано в нету тут Хайдегер говорит что есть мистики а именно мастер Экхард который говорит что есть нечто в боге так сказать принципиально неразъясненное и неразъясненное если мы скажем что все понятно то мы будем кошками и собаками мы конечные существа которые пытаются сидеть и бесконечным так же как кошка пытаются судить о вас а вы существо выше и наконец на самом верху на самом верху есть вообще дивный человек Бодхидхарма который император спросил почему ты учишь есть бог нет у тебя нет у меня нет не бог он говорит может что-то есть с императором надо шутить не приходится особенно религия должна быть нет ничего нет вот есть ничто это самое ничто что оно такое мы попытаемся определить как что-то конкретное ничто оно конкретное хайдегер он рассуждает об архитектуре он говорит что у нас в Европе как ожидается архитектура человек поставил подпорку чтобы была крыша либо стена пещеры либо это что-то а потом он из нее начал высекать бога стояла коломна потом он высек лицо бога потом высек какого-то планты которые держат крышу там начинается с каких-то устоев а все совершенно иначе на востоке на востоке человек взял и поставил ворота которые идут никуда прямо в поле русскому человеку это смешно так они и жили дом продали ворота купили стали закираться и стали ворота а тут просто ворота в никуда но ты просто в любой момент можешь взять и начать новую жизнь ты можешь пройти через эти ворота что там тебя ждет а ничего не ждет я что захочу то и сделаю но опять же сразу же я сдамся богу он мне не даст что-то сделать бога противно надо его просто слушать то есть это не индивидуализм что я приду через эти ворота и все сделаю и это диплом сделаю деньги и сделаю что-то нет я приду буду слушать и вот что там есть есть настоящее настоящее оно стоит настоящее есть такой анекдот про вечность и анекдот о притче как на востоке я сказал что такое вечность если представить тебе алмазную гору день пути вдоль день пути вглубь и раз в тысячу лет прилетает ворон и этот ворон точит свой клюв вот когда он сточит всю эту гору то придет только одна секунда вечер то есть это что-то стоящее бытие это что-то такое стоящее существующее сущее то есть мы будем навеки стало быть относиться к чему-то совершенно неизменному мы обязываем Бога стоять на месте не меняться он конечно большой но вот именно при этом он не может никуда двинуться на великан но это исключает любовь к нему по большому насчету вы будете любить мужчину который у вас не меняется и он будет любить вас и среди как не меняется одно и то же одно и то же одно и то же нельзя любить нечто вечное надо признать за Богом право изменяться вот здесь Пёггелер пишет прекрасную вещь он говорит что больше всех на Крадигере поверял здесь он представил себе бытие как вот этот жизненный порыв который имеет право меняться и оно меняется Бог имеет право меняться имеет допустим он нам явился когда-то и ушел от нас вообще этого не обязывать являться именно в этом жизни мы его не можем обязывать это все время а теперь пожалуйста шарманку исполнить пожалуйста то к чему мы привыкли навыки и умения нет хайдигер чувства вы поняли что это ваше когда вы идите с Богом улетели за прикосновения Бог идет Бог передвигается хайдигер прекрасно показал Бог спиной повернулся в свое время к Моисею и сказал что не глядите он ходит он показывает Бог идет он проходит и в определенный момент между им и вами прилетает искра которая называется вдохновение вот ее ловит пред ее ловит пророк это больше никто не поймет он эту искру заворачивает в лопухи слов чтобы она охладилась и в результате появляется поэзия которую он отдает народ а головой ловите вы потому что есть два вида действия одно значит дентин мышление а дыхтин это означает уплотнять поэтому уплотняет смысл дыхтин это буквально забивает уплотняет и у нас есть такое выражение сочинитель можно сказать сочинитель забора забор распался вы его сочинили вы уплотняете забор и дыхтин это уплотнение это два рационально различных совершенно занятия и вот вы это все ловите Бог проходит мимо вас вы ходите сами ни Бог не идет к вам ни вы не идете к Богу вы не ищете Бога что его искать не хочет кошка у нас ищет пусть она ищет но она точно так же не понимает когда она ищет но когда вам вот это приходит озырение которое называется миг внезапно свое эр айкнис когда у вас это как искра это вообще Хадигер если это поэзия то вам надо забраться в колодец и в колодце ночью вернешь днем выйдем но я и так уже сосуд вашей мудрости переполнился вернешь и вы уже сейчас берите комвать общаться с Богом встречаться вопрос сколько мы по-моему не так много час 30 ну у меня же внутри как у любого преподавателя пара априорная мера времени априорная мера времени да я переживаю сделаю в 10 и поспрашиваю чего-нибудь что осталось непонятно дальше я скажу какое бывает мастергию по прошлому мастергию по настоящему мастергию по-настоящему потому что хайдебер лучше всего вознесения потому что вот это ностальгия ностальгия это вот такое глубинное инвестициональное чувство когда кто-то тебе не безразличен вот мне не безразлично девушка это по хайдебер называется забота зорги нам не безразличен это может быть друг может быть враг но это любой не безразличный вы бытию должны быть не безразличны если бы это Бог вот я вам рассказываю то есть вы что-то переносите на свою книгу чтобы здесь сидели неформально не было права бабушка рассказывает про свою любовь девочка думает про свою вот весь инвестиционализм хайдебер это должно быть такое изложение чиролики и поликола что каждый думал с ним каждый думал с ним это все прекрасно так вот вы любите настоящее хайдебер говорит что делаемость она откуда возникает она возникает откуда потому что вот что сделали эти люди из круга они стали закрываться все интеллектуалы закрылись вот такими же заборами как под тюмень где тебя учат стрелять из пистолета за 47 тысяч чашистых мастер спорта знаете стрельба по-македонски когда человек в такой же частотой стреляет как автомат но он попадается водой поехали захотели развалить свеже поехали постреляли там у вас есть кошек ездите там у вас есть какие-то другие изысканные дела совершенно вот это ваши дела это неизистенциально ваши вывесок нету массового доступа нету и там у вас есть вот и не там вы обсуждаете какого-нибудь гернес от косметиста вообще еще кого-то у вас разговоры совершенно приличные и замечательные разговоры и достойные вот как мы сегодня ведем если бы нас не зарегистрировали везде включая так сказать кассовый аппарат общежития чему они гордились мы собрались дальше книжки свои мы не выдаем массовую продажу это я вам рассказываю про кружок вы написали книжки во-первых про платон во-вторых вы переделали нафиг есть немецкий язык почему мы должны писать с большой буквы существительной и с маленькой буквы другую а вдруг важный глагол существительный какой-то фиг поэтому они стали писать с маленькой буквы существительной если не важно где написали большую глаголы некоторые с большой хайдеггер решил сделать специально свою философию почему из существительных должно состоять почему понятие понятие существительное сегодня не напрягало некоторых девушек пытался выразить существительное я это делаю я учу говорить стендап помните кто такой Павел Воля что там снежок а кто такой Гарик Харламов Вольдов люди знают вообще что существительные запоминаются поэтому они в прозвище свое добавляют я говорю чтобы раз и навсегда всем запомнить ты приехал у тебя есть три минуты стендап ты приехал на совещание лучших девочек мира например помощников по кафедре или еще кого-то вас всех отправили вы все должны друг другу запомниться я говорю три слова всегда скажу быстро я умный я красивый я замечательный никто это не запомнит потому что это прилагательное прилагательное оно прилагается к чему-то важно это существительное существительное это существенно а прилагательное не запоминает а если ты скажешь три слова обо мне например условно говоря а ты вышивки и надо обязательно придумать какой-нибудь милый недостаток милый недостаток у вас есть какой-то дезавидемость может быть да обязательно надо это все сказать существ Хайдегер решил поменять философию все почему потому что Платон поместил эти существительные наверх и дальше вот такие девчонки как ты выбрала существительное принц и каждого реального мужика ты сравниваешь с принцем откуда пошло инженерное мышление от стремления что-то лучше за что бог утопил всех потому что какой-то род я не помню какой-то енахов или еще какой-то он сказал что мы обойдемся без бога мы там клуб изобрели мы до всего дождем сегодня происходит то же самое сегодня есть у меня человек который был руководителем Свердловского клуба председателем он привел первую в Теренбурге дискотеку потом он сделал сейчас он владеет восьмиюрной станцией он гоняет всю музыку какая только есть но и строк арсенал радиодача он же эхо в Москву в Теренбурге транспорт я ему говорю Коля где ты был Грахов уже председатель Свердловского клуба физтех упи закончил я ездил в Силиконовый Болин говорю что узнал что в 2025 компьютер достигнет сложности ума человека я говорю что я себя чувствую неважно пересажу себя будешь подъезжать к девушке на постуки кросика нежужа и берешься и ухи а есть другой способ быть бессмертным которому вся 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 политехническая братья она генная инженерия из вас можно взять клеточку и клонировать вас бесконечно хотя доля была все злее желанная короче обычно вас можно брать ваши клеточки возобновляют вы скажете это буду не я а зачем ваш чип ваш телефон там все ваши друзья записаны все пизы которые вы должны камерой непрерывно фотографировать все что когда вас планируют то вам уживят этот самый чип и там будет все что вы видели там мои любимые произведения еще что-то это будет сделанность при деле то есть вас можно теперь сделать вот когда об этом Господь узнал раньше что-то началось с плугом с лемех так говорили что-то он взял и всех утопил и эта мысль вот в этом самом про поток фильм недавно показывали именно это и про выжить что человек не должен мыслить себе сделанность пытаемой когда всех можно сделать всех можно ступировать потому что сегодня чем нас промывают мозги тем что сделать можно все можно сделать любого девца можно сделать любого фигуриста все могут все у каждого из 10 минут славок копия и даже дети могут быть все можно сделать и это чисто инженерный чисто торговый способ ну или потому что поехало и поет белые розы белые розы поехало 10 вариантов этой иглы все поют под фонограмму и вот это вот все это проявление чудовищной сделанности а мы с вами должны испытывать вот эту иску от того что мы сталкиваемся с чем-то таким не столько сталкиваемся вот смотрите если вы инженер вы начинаете мужика своего строгать и он начинает вас строгать ты была идеальная когда ты выходила за мной сейчас ты фигуру тебя изменила а ты столько не пел и вообще есть идеал какой-то вот все это зловредное гадское политехническое мышление оно бы затихло если бы я относился к тебе как у меня Бог вот мы сегодня здесь встретились мы можем завязать какие-то отношения без Бога но если вы меня воспринимаете что это Бог послал меня к вам чтобы что-то сказать а вы сюда пришли посланы мне Богом для того чтобы меня что-то сказать вот это будет хайдинг потому что вы пришли от бытия я пришел от бытия и мы не думаем как бы нам лучше то что Бог послал надо вдумываться какой смысл что он хочет сказать вот когда Бог нам кого-то посылает он может это послать в виде вещи он может это послать в виде картины в виде чего-то такого он написывает там как человек делал в древнем Китае подставку под 12 колокольчиков он делал ее великолюбно там всего-то надо было одну деревяшку найти в природе чтобы меня повесить колокольчик инструмент такой он делал лучше всех все императоры удивились как он это делал он говорит как ты это делаешь я говорит для этого почусь два месяца и когда во мне уже убиты всякие жрани всякие мне ничего не хочется жерлиться не хочется всякая воля убита всякая вот это своеволие всякое стремление что-то сделать ползаю еле-еле тогда я иду и я не сопротивляюсь воле глубоко легко нахожу эту ветку уже в каком виде она как сама образ если вам это все не нравится то это окна Гулина пока руке бездействует вверх любой предмет ледитской темской женской молитвы ночь стихотворения есть прочитайте все она говорит что по ночам все метры говорят и слышат я не вдумываю что ты хочешь с нами делать как будешь строгать как ты это все преобразуешь как ты подниматься как ты меня цифровизируешь ты меня послушай тушишь и все называется к самим вещам приходим слушаем но это в конце концов все равно все тот же все тот же вообще великий шейнг потому что я говорил про фихтер который говорил что любой предмет это не я будем воевать еще там биться а у шейнга ну-ка вот здесь бог вот эта природа а это я человеческая и бог он говорит через природу у него было много друзей естественно испытателей природа она не тупа природа все время что-то хочет сказать человеку кортится улица без языка я как говорил природа кортится без языка а может быть мы ей навязываем все так вот ну давайте будем созерцать вообще не добывать там ради перелопачивая руду а надо вообще услышать и услышать вообще когда вы знали из какого ссора растут цветы почему они не из ссоры растут на самом деле просто вообще мы воспринимаем чисто технически потому что что такое грязь бутлеров по моему говорю это химическое сырье неподходящее для него грязь вот ссор из которой растут на самом деле на него посмотреть так как будто бы ничего нет но есть только что-то но понимаете это ничто которое гнетет то есть оно не может быть невесомым это не физическое ничто это не вакуум это нечто из чего может возникнуть все что угодно если вы этому поспособны но вы к этому должны быть привязаны то есть вот ужасные девчонки они говорят мужик у меня должен быть идиай я его буду строгать пока он истердет меня а если она берет и дай-ка она говорит то мне бог тебя послал ну-ка 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 так что там вообще произошло и дальше мы и так относимся только к настоящему настоящее стоит оно существует можем ли мы испытывать ностальгию вот прошлому все испытывают а ностальгию к настоящему это вот вопрос а то можем ли мы не инженерно относиться к ним не безразличным желанием построгать там мы все любим что было ностальгия по-настоящему прочитайте Вознесенского Вознесенский говорит заканчивает дальше он говорит у нас должна быть ностальгия по-настоящему то есть по-будущему вот это все и называется забота которая собственно говоря распространяется и на будущее и на настоящее и на прошлое вот надо это вот забота и чувство и образ всегда есть метафоры сейчас очень модно после того революции произошли парадигмы всякие сейчас выгодисты ключевые объясняющие метафоры метафоры такая бог идет фарбай он идет мимо мимоходом фарбай гейнт он идет он идет по своим делам это творец это человек ты его ничем не обяжешь вообще иди сюда вообще явись сколько ты будешь молиться молиться Шостаковичу Ростроповичу у него свои планы у него все расписано Ростроповичу на 3 года все расписано все концерты все дело вообще сколько ты ему не молишь иди мне Ростропович чего это мало интересует ты на самом деле при боге при боге в каком смысле он тебе присылает вообще вдохновение как он тебе присылает он тебе помахал в момент он проходил мимо и ты проходила по своим делам вдруг он тебе помахал рукой в этот момент и состоялось вот это вот мгновение когда тебя вдруг прозрение тебя озарило пробило как говорит нынешняя молодежь не чисто политехнического жилого штырит вставляет батоник ты дище посмотри ты себя попросил уже еще пять ты уже никогда не будешь взятой сюда потому что тебе не будет батоник это несколько другое батоник вообще не прав ну вот я вроде так некоторую целостность произвел все остальное конечно надо читать ну и слушать но слушать вот я по отношению к тому что писал Хайдеггер и даже что писал Хайдеггер я выступаю в роли что Иемальфера что-то несет меня в течение мне приходит в математике они говорили что мысль значит парить дискомерс вот когда у тебя есть такое выражение в математике что математик хороший видит аналогии предметов вот видишь на математике аналогии твое но есть высший вот математик который между аналогиями где-то вот когда ты вылетаешь вот в это самое место Поль Валерий очень хорошо сказал проиллюстрировал Гусарь думал про математику когда человек летает и как это все выразить чем занимается математика Хайгеггер сказал что то же самое есть с искусством и вот он привел прекрасное выражение Валерии Валерии он говорит что меня поражают многие музыкальные вещи я большой любитель музыки больше всего меня поражает вот так как афония который разбьется из оркестровой ями перед концертами когда они все устраивают вот это вот когда ба-ба-ба там что-то такое вот из этого первичного материала родились и будут рождаться все симфонии все оперы все абсолютно вообще творческие произведения и вот этот первый так сказать бульон мы не можем сказать что мы есть выразили есть что-то что ухватил Чайковский есть что-то что ухватил Шопен они все это выразили но никто не может сказать что он есть из Чакова ни в коем случае и оттуда все это будет рождаться и будут какие-нибудь идиоты эти самые постмодернисты которые будут автор умер но он умер в том смысле как вот эта индивидуальность которую не где ну вот если теперь все только копировать все и только тиражировать под названием точек-точек и потом все продавать как ласковое и не надо нам сегодня у нас китайцы делают технологии прекрасные бывшие американцы а ребенок у нас сегодня придет такую плайзу в мире не надо нам называть плайзу мы живем в мире копий и то же самое говорит абсолютно гребенщиков он говорит на широкие привыкли к классной си на широкие выкли держать тире то есть надо быть региналом не просто региналом надо быть слушателем того чего говорят ты при бытии а ты не своеволен ты не можешь все что угодно скопировать и не должен ты это делать потому что это все охватывает все человеком иммунистерские дела нету здесь сегодня гуманизм он понимается так что человеку все это на самом деле вот ты я вижу уже исправилась суда ты хочешь стать лучше но это тоже проявление ты хочешь это сделать с собой на самом деле ты какая есть с утра послала тебе гроза что сделать в ввокс и вообще ты послала всем нам но после если ты чего нибудь поняла и не ходи ничего не сделай все так прекрасно не получается а ты все как я тучка которая лешит колокольчик только мне ж вопрос вопрос что это сложит ну вот я знал тебе надо просвещение всегда просвещение чтобы лучше себя да конечно включим давайте ради бог вы меня же я плохо видишь на экране меня освещается мой стороной я как сутанова скистой стороны включай черное и белое включайте 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 потому что тот кто пришел в середину тот спасется от этого влияния мудок спрашивает ничего не будет запись идет наступило отцепенение с этой мысли надо переспать так отцепенение спасибо за внимание спасибо Продолжение следует...